Деньги под ногами Деньги под ногами Одну под саму предприятие, другое для растеневодства Предположительно, компании может понадобиться около 5000 гектаров В Минсельхозе края подчеркивают важные условия этой сделки С нашей стороны, то что все произведенное молоко будут перерабатывать на Алтае В перспективе сырье пойдет на производство сыра, сливочного масла Холдинг Эко Нива уже имеет подразделения в семи регионах России, в том числе в Новосибирской области Кстати, переговоры с предприятием велись еще 4 года назад Но тогда руководитель компании счел, что в нашем крае недостаточный потребительский спрос В Алтайском крае сохранят действующие льготы для пенсионеров Сообщает комсомольская правда Барнаул Депутаты фракции «Единая Россия» ВКЗС Намерены добиться, чтобы льготы, как и раньше, предоставлялись женщинам с 55 лет А мужчинам с 60 лет Не только об этом в обзоре материалов изданий «Сибирской медиагруппы» Предложение единороссов поддержал и президент России в своем обращении к жителям страны Это при том, что пенсионный возраст будет постепенно повышаться Глава государства рассчитывает, что все необходимые решения будут приняты в регионах Еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению В нашем крае депутаты фракции «Единой России» регионального уровня Приняли решение подготовить и внести на рассмотрение все необходимые документы Уже в сентябре, сообщают корреспонденты комсомольской правды Барнаул Напомним, что в крае на данный момент для пенсионеров действуют привилегии по налогообложению Снижена стоимость проезда на транспорте В Барнауле планируют оставить льготы на посещение городских бань А в Бийске сохранить финансовую поддержку на проезд в общественном транспорте В Наукограде зарегистрировано несколько фактов денежных расчетов с помощью сувенирной продукции Которые имитируют пятитысячные купюры Как сообщают полицейские, одному из задержанных бийчан удалось с помощью подделки произвести платеж по микрозайму Другой подозреваемый рассчитался пятитысячной из серии банка приколов со своей знакомой, который был должен соответствующую сумму Третья рассчиталась такой купюрой за покупку в магазине По данным фактам проводятся проверки, сообщают бийские рабочие А тем временем полиция призывает граждан быть внимательнее с купюрами номиналом в тысячу и пять тысяч рублей Именно их чаще всего используют мошенники В школах края появятся учебные мастерские для детей-инвалидов, пишут аргументы и факты Алтай В новом учебном году они будут действовать на базе пяти краевых государственных общеобразовательных организаций К примеру, для Барнаульской школы-интерната номер 4, Озерской школы-интерната приобретены комплекты роботов Лего В бийской школе-интернате появится оборудование медицинское отдело «Массаж», которое поможет слабовидящим и незрячим подросткам, помимо предпрофессиональной подготовки, приобрести навыки оказания первой медицинской помощи Новоалтайская школа-интернат и Барнаульская школа-интернат номер 6 откроют учебные мастерские по направлению программирования технических задач Татьяна Голубева, Наши новости Задержан за получение взятки. Краевое следственное управление разместило видеозадержание руководителя Барнаульского горзеленхоза Сергея Гончарова В тот момент, когда чиновник получал часть взятки, его и взяли с поличным правоохранителем По версии следствия, руководитель горзеленхоза потребовал от индивидуального предпринимателя города Барнаула взятку в размере 222 тысяч рублей За заключение и подписание договора на выполнение работ по ликвидации последствий урагана, прошедшего в краевой столице в июне 2018 года На общую сумму более 1 миллиона 290 тысяч рублей, а также своевременную оплату данных работ Теперь Гончаров заключен под стражу, а следователи тем временем устанавливают другие возможные факты противоправной деятельности руководителя муниципального предприятия В рамках дела будет дана также юридическая оценка действиям предпринимателя, который дал взятку Кстати, за 4 года МУП Горзеленхоз заключил контрактов на общую сумму около 193 миллионов рублей Ранее чиновник продолжительное время работал руководителем похоронной службы города Барнаула А бывший сотрудник ГИБДД Славгорода сядет в тюрьму на 4 года Следственное управление края сообщает, что полицейский признан виновным в получении взятки и превышении своих должностных полномочий Установлено, что в прошлом году он через посредника брал взятки от желающих сдать экзамены на получение водительских прав Сотрудник полиции подделывал экзаменационные листы без сдачи и учащимся выдавал права Сумма взяток варьировалась от 5 до 15 тысяч рублей Полицейский вину признал Теперь 3 года и 10 месяцев он проведет в колонии общего режима На Березовой Катуни продолжает свою работу Международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение» Работа идет полным ходом уже четвертый день Участники из разных стран работают над своими скульптурами А здесь работают скульпторы из Турции Их композиция уже начинает обретать форму и напоминать те эскизы, что были показаны несколько дней назад Всего в фестивале участвует почти 30 человек Это гости из Монголии, Ирландии, Литвы, Зимбабве и, конечно же, наши мастера резьбы по дереву Впереди еще три конкурсных дня Фантазии скульпторов никто не ограничивал По итогам победители получат солидные денежные призы А большая часть скульптур останется на месте проведения фестиваля И будет радовать гостей Березовой Катуни И в завершении выпуска о погоде Спонсор прогноз погоды компании Валар А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Форте Эвалар Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга Качество гарантировано международным стандартом GMP Глицин Форте Эвалар Почувствуйте разницу В крае переменная облачность, возможны дожди Ветер юго-западный умеренный В Заринске 15, тепла в Бийске, Рубцовске, Камни на Обе, Славгороде 16 В Заминогорске 17, в Барнауле во второй половине дня Возможные осадки воздух прогреется до 16 тепла Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440 У меня на этом все новости, до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова